Audi продолжает расширять гамму подзаряжаемых гибридов. Теперь бензоэлектрическую начинку получил универсал Audi A6 Avant. Такая пятидверка оснащена двухлитровой бензиновой турбочетверкой и электромотором, который упрятан внутрь преселективного робота. А вот найти неприметное местечко для тягового аккумулятора инженерам не удалось. Он расположен под полом багажника, из-за чего объем отсека заметно уменьшился. Зато такой A6 Avant может проехать чуть больше 50 километров на чистом электричестве, а также он радует мизерным расходом топлива. У силовой установки есть возможность поддерживать уровень заряда батареи, например, чтобы проехать последний отрезок пути на электротяге. Список базового оборудования вышел очень богатым, что вполне необъяснимо. Стоит гибридный универсал больше 70 тысяч евро. Toyota отмечает юбилей своего самого старого седана, модели Crown, который исполняется 65 лет. С 1955 года, когда появился первый Crown, свет увидело уже 15 поколений этой машины. В честь этой даты Toyota подготовила две спецверсии и одну особую комплектацию. Все они отличаются особым декором и расширенным набором электронных помощников. Для любой из версий можно выбрать двухлитровый турбомотор или гибридную установку. Напомним, что за пределы Японии Toyota Crown официально не поставляется. Нынешнее поколение хэтчбека Renault Megane может оказаться последним. В этом году модель празднует четвертьвековой юбилей, а в производстве сейчас находится ее четвертая генерация. Как рассказал британскому изданию Auto Express шеф-дизайнер Renault Лоренс Ван Ден Акер, отказаться от Megane французской марки придется по нескольким причинам. Во-первых, рынок традиционных легковушек гольф-класса все больше сжимается. Кроме того, компаниям приходится тратить большие деньги на разработку электромобилей. Конкретную дату отставки Megane Ван Ден Акер не назвал, но можно предположить, что модель проживет как минимум до окончания жизненного цикла этого поколения, то есть еще два-три года.